Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегеты вместе с вами мы приступаем к чтению, конечно, прежде всего, ну и к такому толкованию, объяснению Евангелия от Матфея. Как вы знаете, это первая из новозаветных книг, когда открываем мы Новый Завет, то прежде всего нам попадается Евангелие от Матфея, и мы не будем сегодня рассматривать личность Евангелиста Матфея, особенности его Евангелия, потому что у нас есть отдельная беседа, посвященная личности Евангелиста, который был мытарем и призван Господом, потому что Господь пришел грешников спасти. И грешники во Христе обрели подлинную чистоту, святость, преобразились, и вот благодатью Духа Святаго Матфей записал Евангелие, благовестие. Также вот особенности мы тоже рассматривали в беседе, посвященной Евангелисту Матфею, в целом особенности его Евангелия. А сегодня мы приступаем непосредственно уже к тексту и читаем первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Вот когда, конечно, мы смотрим это, да, и дальше вот начинаются перечисления, то возникает, конечно, много вопросов, но прежде всего по-гречески там буквально «Библос генесиос», книга «Генесис», да, и вот, кстати, также книга «Бытия», она начинается, а заглавлена книга «Бытия», «Генесис», «Бытие», буквально переводится с греческого как «Происхождение». И получается так, что Евангелист Матфей, он, как бы вспоминая первую книгу Ветхого Завета, где говорится о происхождении вообще всего мира, как Господь все сотворил, вот он уже первую книгу Нового Завета уже обращает к тому, кто, собственно, даровал Новый Завет ко Христу Господу, воплотившемуся Сыну Божию, и говорит о его происхождении, о том, как по плоти рассматривать его земное происхождение. И поэтому, ну, по-русски так вот перевели, как родословие, потому что иначе по-другому не получалось, так как дальше приводится действительно родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Причем вначале он именуется сыном Давида. Почему так? Потому что это наименование Мессии, того, кто был обетован как преемник царя Давида. Давиду было от Бога предсказано, что на престоле его потомок его посядет для вечного царства, и таковым и стал Христос. Но имелось в виду, конечно, царство не от мира сего, а сын Аврамов, потому что именно Авраму в целом было обетовано, что произведется от него народ, да, и благословятся в тебе все племена земные. Причем благословятся вообще все племена, не только израильский народ, но и языческие племена земные. И это исполнилось тоже во Христе, как потомки Давида и потомки Аврама. А дальше вот мы читаем вот эту как раз родословную. Как правило, большинство людей, ну, наверное, 95 процентов, они стараются перепрыгнуть через родословную, не понимая, для чего там описывается, что вот Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова, тот родил того-то. Эти, значит, до переселения в Вавилон, те по переселению, зачем все это нужно. А дело в том, что евангелист Матфей, он сразу проводит связь Нового Завета с Ветхим Заветом. То есть, Спаситель ведь он же не из космоса пришел, да, он был явлен в народе, который его ожидал. Ему действительно предшествовала определенная история, определенная родословная. И, соответственно, сразу евангелист Матфей, описывая вот эту родословную, он нам напоминает историю богоизбранного народа. То есть, как бы вкратце, тут буквально это получается 16 стихов, вот в них изложена вот очень вкратце история богоизбранного народа, но прежде всего вот в неких персоналиях таких, чтобы напомнить, а что же происходило до этого. И вот мы читаем, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. То есть, вот перечисляются первые патриархи, первые родоначальники богоизбранного народа. Во главе всех, конечно же, Авраам как отец всех верующих, потому что Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, но вера его была, конечно, не в том, что вот он поверил, что Бог есть, а в том, что он последовал за Божьим призывом. Как Господь ему сказал, вот так он и пошел в ту землю, куда Господь его вел, чтобы и земля была новая, да, и все обычаи уже новые, выйдя как бы из земли, окруженной языческими вот этими правилами, он должен был создать богоизбранный народ, сам будучи престарелым, уже вроде бы не способным где-то рождению, но Авраам поверил, и вот эта вот верность и доверие Богу, доверился Господу и явил верность. Понятие веры, оно включает в себя три составляющие, вера как уверенность, вера как доверие, вера как верность. Все это явил в своей жизни Авраам, поэтому он во главе ставится. И он родил Исаака, помним мы, конечно, испытания таким жертвоприношением Исаака, да, Господь как бы испытывал Авраама, но через это уже Господь показывает, что на самом деле он не нуждается в человеческих жертвоприношениях, и что уготован будет истинный агнец, который возьмет на себя грех мира. Потому что помните, там Исаак говорил, что вот дрова и огонь, а где же агнец? Авраам отвечает, Бог усмотрит себе агнца. И вот когда пришел Господь Иисус Христос, то святой Иоанн Креститель, указывая на Спасителя, сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, то есть вот он истинный агнец. А Исаак, это только некий прообраз был. Упомянуть, что потом, конечно, Иаков. Иаков родил Иуду и братьев его, а дальше вот вдруг упоминается. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. И неожиданно в это вот родословное включается имя женщины. Тут получается, что вот несколько женских имен, причем имена не то чтобы, ну скажем так, не безусловно святых женщин, а женщин, у которых было нечто такое вот сомнительное в их поступках. Хотя как раз Фомарь, строго вот говоря, по закону она не была такой вот предосудительной что ли женщины. А что там случилось? А там случилось следующее, что вот Иуда, когда женил своих сыновей, то вначале Фомарь стала женой старшего сына, но он умер. И существовал такой закон, такое правило и обычае, что если, значит, вот брат умер, не оставив детей, то жену его должен был взять следующий брат для того, чтобы восстановить семя брату своему почившему. И если рождались уже дети, то они признавались наследниками почившего брата. И, значит, ее отдали, ее Иуда отдает следующему сыну, но и тот умирает, тоже без детей. И она-то очень надеялась на вот все-таки на продолжение рода, просила, чтобы он ее выдал замуж за следующего брата. А он уже не хотел, Иуда, получается, свекр не хотел. И тогда Фомарь, чтобы все-таки было продолжение рода по законам, она поступила следующим образом. Ну, конечно, тут и хитрости некоторые, такая вот двусмысленность есть. Она построила так, чтобы уже зачать ребенка от самого Иуды, скрыла свое лицо в определенном месте там, в общем, куда отправился Иуда. И она представилась как блудница, он не увидел ее лица, не узнал ее и решил к ней войти. А она потребовала некой платы, но сказал, вот будет тебе там козленок. Но она что? Она сказала, дай мне заранее залог. И в качестве залога она взяла, были незначительные предметы, посох и перевязь, но потребовала она еще очень значительный предмет, это печать. Перстень, на котором была эмблема личная. И таким вот перстень, как печать, документы запечатывали. И, соответственно, фактически как удостоверение личности. Вот. И вот она это берет, значит, и потом она забеременела, а потом он в то место посылал вот этого козленка, но там ее не отыскали. А тут вдруг он видит, что его невестка, Фомарь, действительно ходит беременная перед ним. Он подумал, что это она где-то там нагуляла, решил придать ее суду и полагалось ей смертной казни. И вот тут она представила как раз вот эти улики, что, собственно, от него, от него она и, так сказать, вот зачала ребенка. И если посох и перевязь можно было легко подделать, что он мог бы сказать, это ты подделала, то уж печать все, тут как бы точное подтверждение, что это действительно была она. И вот такой вот хитростью она все-таки добилась того, что ей полагалось по закону, потому что сам Иуда не хотел поступить по закону. Но некоторая двусмысленность тут все-таки была. И однако же эта женщина упоминается в родословной Господа Иисуса Христа. И Спаситель, он как бы, да, и Дух Святой, когда включает все это, он показывает, что здесь включаются судьбы вообще всех людей. И с их немощами, да, и с их где-то вот человеческими недопониманиями или хитростями. Но Господь хочет спасти абсолютно всех людей, неважно, как они вели себя до этого. И если бы была, представляете, вот родословная, она такая вот вычищенная, какие-то безусловные святые, то мы бы понимали, что да, вот нам вообще в этом ряду даже близко не стоять. И тогда какое мы можем место иметь среди спасенных возле Господа нашего Иисуса Христа. А Спаситель нет. Он, значит, не гнушался подобных людей, которые допускали такие поступки. И так получается, что, значит, вот Иуда родил Форес и Зару от этой вот Фамари. Форес родил Есром, и вот дальше идет это родословное. Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. И вот тут, значит, вторая женщина. Да, это вот как бы более интересно рассматривать женские лица в родословии Христа. А кто это Рахав? А Рахав, она же Раав, это вот напрямую блудница. Но если, значит, Фамарь, она не была блудницей, но она как бы использовала некоторый прием блудницы для того, чтобы добиться положенного ей по закону, то Рахав, она действительно была блудницей, вообще не принадлежала богоизбранному народу. Она жительница города Иерихон. И вот когда народ, значит, подошел, да, Моисей вывел народ, и послали Саглидатаев, чтобы осмотреть город Иерихон. И их, значит, вот искали, и Раав блудница, она скрыла этих двух Саглидатаев, и она к ним явила такое человеческое расположение, милосердие. Когда их искали, она потом показала ложный путь, в общем, смогла сохранить тех, кто у нее появился. И согласно ветхозаветному преданию, одним из этих Саглидатаев был как раз Салмон, упомянутый здесь. В Ветхом Завете мы не читаем, что его звали Салмон, да, но было такое ветхозаветное предание, что все-таки одного из них звали Салмон. И, значит, ей было сказано, что за это она сохранится. И действительно, когда израильтяне захватили Иерихон, всех перебили, то вот Рахав была сохранена со всем домом. Ну, видимо, там родители, кто там еще, какие-то родственники сохранились у нее. А сама она вышла замуж за вот этого Салмона. То есть, опять-таки, личностью, у которой некие такие явные преткновения. Ну, по крайней мере, она выразила явное расположение и предпочтение богоизбранному народу, нежели окружавшим ее язычникам. И вот неизъяснимым промыслом Божиим она тоже включается, значит, и в богоизбранный народ, более того, в саму родословную Христа. То есть, вот тоже, вроде бы, какие-то личности не очень такие совершенные, но Господь никем не гнушается. И Он всех призывает ко спасению. И это главная мысль, которую нам хочет донести Дух Святой через родословную Спасителя. Вооз родил Авида от Руфи. Получается, что от Рахав и Салмона рождаются Вооз. А он потом уже, вот это мы читаем из ветхозаветной книги «Руфь». Очень интересная книга. Рекомендую читать ее особенно лицам женского пола, тем, кто унывает, что кажется, что ничего не получится, там, значит, всевозможные трудности, что семью не удастся создать. А можно даже и ей молиться. Руфь, она была благочестивой, такой неиспорченной девушкой, но она была мавитянка. А это вот соседние такие, значит, племена. И там что получилось? Что когда был голод на территории Израиля, то одна семья, она переселилась на поля Мавицкие. И вот один из сыновей в этой семье, он женился на Руфи. И вот когда, к сожалению, спустя время они поумирали, Руфь осталась вдовой, то она вместе со свекровью возвращается, точнее, переходит, свекровь возвращается, Руфь ей сопутствует уже в землю обратно богоизбранного народа. И там-то как раз вот ради ее такой вот скромности, ее очень благочестивого поведения, Господь устроил ее встречу с Ваозом. И у них как раз рождается в семье Авид, от которого рождается и сей отец Давида. Что здесь показательно? А показательно то, что Руфь, а ведь она же была мавитянка. И было такое правило, что сколько там вот поколений мавитяне не могут стать богоизбранным народом. Ну, речь шла о том, что вообще вот их не принимать в число богоизбранного народа. Но это были больше такие вот человеческие как бы предостережения, потому что люди легко заражаются какими-то языческими обычаями. А сам человек, неважно какой он национальности, неважно в какой земле он родился, он ценен пред Богом. И Господь вот свою родословную уже включает неизраильтян, в частности в лице той же самой Руфи. Итак, рождается потом, значит, Авид, потом Иесей. И Иесей родил Давида царя. Вот что интересно, когда Матфей перечисляет дальше царей, то он, вот, титул царя относит только к Давиду. Ну, как бы вот этот царь так царь, да. Собственно говоря, с Давиды именно началось процветание израильского народа, потому что когда Соломон пришел, то он как бы уже понакатанный. Вот то, что предустраивал Давид, то совершил и уже завершал как бы Соломон. Но Соломон, к сожалению, немножко вот распустившись, не смог в итоге царство, так сказать, сохранить, потому что в лице уже вот его сына царство разделилось на два. А Давид – это вот как бы пик такой истории богоизбранного народа. И именно Давиду было сказано, что от потомков его восядет вот на престоле вечном, то есть придет Мессия, Христос. И поэтому он называется именно царем. Но и у Давида, как простого человека, тоже были вот прегрешения. И опять-таки, ведь могла быть другая какая-то родословная, что вот все там святые, никаких ошибок они не допускают. А тут что получается? Значит, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Кто это бывший за Уриею? Это имеется в виду Версавия, которая была женой и вот бывшей за Уриею. А Давид в один момент, уступив вот такой плотской слабости, соблазнился и увлек Версавию ко греху. А когда уже грех совершен, да, то дальше что делать? Вот он решил устранить ее, мужа, вот этого Урию. И как раз шла война, и вот там, значит, на войне он просил полководца, чтобы он поставил Урию в самое опасное место. А потом, когда восхватка, то все отступили. И без поддержки других воинов Урия очень быстро погиб. Вот такой неблаговидный поступок царя Давида, который, конечно, был обличаем пророком, явившимся ему, да, и потом определенные наказания. Но все-таки Господь все равно позволил ему жениться на Версавии, и от нее именно рождается царь Соломон. То есть, вот невзирая на наши какие-то проступки, оплошности, Господь все равно промыслом устраивает человеческую жизнь. Жизнь несовершенных людей, но в итоге может явиться нечто грандиозное. А явился сам Господь Иисус Христос. Соломон родил Раваама. А дальше, значит, вот получается уже разделение царства, и тут вот по линии иудейского народа. Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию. И вот тречисляются цари, но Матфей, евангелист, он не упоминает некоторых, некоторых из царей. И объясняется это так, что те, которые как бы вот в духовном смысле совсем не заслуживали внимания, он их как бы опустил. А может быть для того, чтобы просто привести вот к нужному числу, потому что дальше мы увидим, что он, там у него трижды по 14 родов он упоминает. Азии родил Иафама, Иафам родил Ахаза, Ахаза родил Езикию, Езикия родил Моносию, Моносий родил Амона. Вот царь Моносия, он оказался, к сожалению, достаточно нечестивым. Он пришел к власти весьма рано, что-то там ему было, что-то ли, около 12 лет, что ли, и правил он 55 лет, причем на протяжении большей части своей жизни он все больше и больше вот заимствовал у посторонних народов язычества, водил разные вот эти культы противные закону Божию. И в конце концов он был уведен в плен, и вот оказавшись в узах, там он смирился, там он стал каяться. Сохранилась даже молитва Моносии царя, которая произнесена была им в узах, написана им. И вот ради его покаяния Господь умилосердился и вернул его на престол. И дальше, сколько ему было отведено уже не очень много лет, он старался восстанавливать истинную веру, упразднять всякие языческие культы. И вот такой человек, невзирая на его противоречивую натуру, он тоже включен в родословную. Моносии родил Амона, Амона родил Иосию. Иосии родил и Акима, и Акима родил и Яхонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон и Яхония родил Салафииля. Ну, мы знаем, вот это происходит, как бы такая трагедия, да, разлом в истории богоизбранного народа, когда действительно очень многих увели в Вавилон. И уже это было, конечно, как наказание, во многом очистительное для богоизбранного народа. Но, собственно, родословное не оканчивается. Значит, да, Яхония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И вот когда, значит, подведена к концу вся эта родословная, тут вдруг неожиданно, ну, уже для нас не неожиданно, мы не раз, конечно, читали этот текст. Здесь мы видим, что родословный ведется к Иосифу. А, собственно, какое отношение она вообще имеет ко Христу? Ведь он же родился от Девы, да, у него не было отца по плоти, что, собственно, подтверждает и сам Евангелист Матфея чуть дальше. Да, то, что Иосиф увидел, что Пресвятая Богородица, вот она в положении Дева, и потом он сомневался, уже ангел открывает, потому что это от Духа Святого. А какое отношение это ко Христу имеет вся вот эта родословная, которую перечисляли? А дело все в том, что Иосиф, обручник, он был по социальному своему статусу отцом. Не по плоти, а по социальному статусу. И такое бывало неоднократно, допустим, если какой-нибудь царь, вот у него не было наследника, он мог кого-то усыновить и права свои передать. И, соответственно, царские права от вот этого царя переходили к усыновленному наследнику. И в народе израильском по женской линии не велись родословные, поэтому можно было вести только по мужской линии. И по закону, по закону ветхозаветного, закону, по социальному статусу Иосиф, он признавался отцом. И у евангелиста Луки, который, кстати, описывает тоже и благовещение, и девственное вот это вот непорочное от Духа Святого зачатие Господа Иисуса Христа, у него в некоторых местах упоминается, что Иосифа называли отцом. И даже когда искали отрока Иисуса в храме, помните, ему 12 лет было, и потом, то Пресвятая Богородица говорит, вот отец твой и я искали тебя. То есть сама Божья Матерь Иосифа Обручника называла отцом, потому что таков был его социальный статус. И через Иосифа Обручника спаситель, он включен вот в эти права на царский Давидов престол. То есть вот только в этом смысле мы можем понимать эту родословную. Дальше мы читаем. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Ну, видимо, для Матфея имела смысл вот эта числовая символика, трижды по 14, ну и по-разному, конечно, трактуют и святые отцы, но объясняется это так, что само имя царя Давида, оно, если сложить, перевести его в цифры, оно давало число 14. Собственно, в языке древнееврейском, на иврите, там у них гласных букв не было, были только согласные, и каждая буква, она означала собой какую-то цифру, и вот можно было сложить. И вот, ну, Давид, скажем так, ДВД, вот так вот писалось. Если немножко русифицировать, ДВД это 4 плюс 6, значит, плюс 4. 4, 6, 4. Отсюда 14. И получается так, что вот в этой родословной трижды как бы зашифровано имя Давид. Давид, Давид, Давид. И это означало, что она приходит ко Христу, как действительно сыну, преемнику царя Давида, на котором исполнились обетования. Ну, еще что касается родословной, уж немножко мы все-таки завершим эту тему, тут надо дополнить, это то, что с Лукой евангелистом, у Матфея и у Луки перечисляются родословы, но есть некоторые расхождения друг с другом, в частности, в чем? В том, что вот у Матфея отцом Иосифа Обручника называется Иаков, а у Луки отцом Иосифа Обручника называется Илей. И связано это как раз вот с тем правилом Леверата, когда, допустим, вот братья, да, и старший брат женился, умер бездетным. И чтобы восстановить семью брата, жену брал себе следующий брат, и тогда вот рождающиеся дети, они признаются за детей вот почившего старшего брата. И согласно вот уже древним объяснениям древних церковных учителей, которые трактовали Евангелие, именно такая ситуация здесь и оказалась, потому что Иаков и Илей были родными братьями, ну, там есть много еще сложных таких построений, что у них была одна мама, но было два разных отца, вот. И когда Иаков, он умер, то, значит, Илей взял уже его жену себе, и вот тогда-то от Илей рождается Иосиф Обручник, и евангелист Лука, который, ну, больше, так сказать, вот для людей вне еврейского народа писал, он пишет, кто реально по плоти отец Иосифа Обручника, это Илей. А Матфей, он ведь ориентировался на евреев, на тех, кто прекрасно разбирались в законе Моисеевым, и для них был важен именно вот социальный статус, который устанавливается законом. И по закону Моисеева отцом был почивший брат, семя которого восстановлено, поэтому в родословной у Матфея описывается Иаков. И поэтому вот некоторые небольшие такие расхождения, которые идут тут, они представлены, да. А дальше уже, собственно, самое главное, это про Рождество, про события Рождества Господа. «Рождество Иисуса Христа было так. По Обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого». Вот здесь все конкретно сказано, что они еще даже не сочетались, но было уже Обручение, да. И тут вдруг оказывается, что она в положении, но сразу же Евангелист Матфей, он без тех вот подробностей, которые описывает Лука, а Лука описывает, как благовещение было, да, что потом вот происходило, Матфей, он сразу пишет, что она имела от Духа Святого. То есть это было безмужное, непорочное зачатие Духом Святым в лоне Девы Марии, устроено человеческое естество Богомладенца от кровей Пречистой Девы Богородицы. И что дальше? Что получается, Иосиф Обручник смотрит и видит, что Мария ходит в положении, и представьте, какие мысли могли его при этом посещать. Читаем. «Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Получается, что Дева Мария, она сама ничего не открыла Иосифу. А почему? Ну, потому что сама она была очень скромной, смиренной, и она доверяла Господу. Вот Архангел Гавриил непосредственно ей явился, благовестил, и Духом Святым совершилась вот эта вот тайна зачатия человеческой природы Господа Иисуса Христа. И Божья Матерь, она доверяла всецело Господу, что и дальше Господь все устроит так, как нужно. И первоначально для Иосифа это, конечно, как бы испытание, но он думал, как же поступить, и хотел тайно отпустить ее. Вообще существовало по правилам того времени два вида развода. То есть, был, скажем так, вот развод с такой торжественной церемонией, ну, как торжественной, не в том смысле, что это торжество, а в том смысле, что приглашалось там много свидетелей, и оглашались причины развода. То есть, глава семьи, муж говорил, что вот по такой-то, по такой-то причине я не хочу больше вот эту женщину знать, как свою жену. И давалось ей разводное письмо. А второй вид развода, это был тайный вид, когда достаточно было только двух свидетелей, при которых произносилась формула развода, и не оглашались причины развода. Но при этом тоже давалось разводное письмо, и такая женщина была свободной. То есть, либо тут имеется в виду, что вот такая вторая форма развода, либо же, ну, просто вот, чтобы отпустить ее. Во всяком случае, Иосиф, обручник, он не хотел оглашать Деву Марию. Но когда он помыслил это, чтобы тайно отпустить ее, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. И вот, когда сам Иосиф прошел через это испытание, то есть, какая-то борьба помыслов, и подозрение, может быть, во грехе, ну, а что он мог еще помыслить чисто по-человечески, когда он решил никак не наказывать Деву Марии, просто ее отпустить, то ему дается особое откровение. Но оно дается во сне. Если Деве Марии, архангел говорил, непосредственно являлся, то здесь, в общем, ангел Господень, и святые отцы объясняют, что это тот же самый архангел Гаврил, то есть, тот, кто благовествовал тайну зачатия от Духа Святого, тот же является Иосифу Обручнику и объясняет ему все, что было, но является при этом во сне. Почему так? Потому что это откровение уже такого вторичного значения, не такого глобального масштаба, как вот благовещение Божьей Матери. Он называет Иосифа сыном Давидовым. Тут подчеркивается, что он по роду своему принадлежит к потомкам царя Давида. И сказано, что родившийся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус. А имя всегда нарекал законный отец. То есть, архангел Гаврил фактически благословляет Иосифа Обручника, чтобы он усыновил Иисуса, который не имеет земного отца, потому что он от Духа Святого, но по земным правилам должен быть у него отец, и поэтому Иосиф, сын Давидов, как сказано, должен наречь ему имя, как бы вступить в права отца. И имя дается Иисус, здесь уже зашифровано спасение людей, потому что Иисус, ну буквально Иешуа, означает Яхве спасает, то есть, Господь Бог, который спасает людей. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И вот что интересно, что ангел как тут благовествует, что Иисус он спасет не просто от наказания за грехи, а от самих грехов, спасет их не от каких-то несовершенств, социальных несовершенств нашей жизни, вот как в языческом мире было искать спасение чисто земного порядка. И кого там называли спасителями? Ну, допустим, Прометея, который принес людям огонь, или Геракла, который совершал всевозможные подвиги земного характера. Но никто из этих героев, он не отважился и не смог принести людям свободу от греха. А вот сказано про Иисуса Христа, что он спасет людей своих от грехов их. То есть, освободит их от власти грехов, от власти страстей, они будут тоже освобождаться. И вот в этом действительно подлинное спасение. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, имеется в виду, конечно, пророк Исаия, который говорит, «Се дева в очереве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Ну, тут приводится такое пророческое, как бы символическое имя, которое указывает на самую суть происходящего. Эммануил буквально переводится как «С нами Бог», что и приведено в Евангелии от Матфея. И это означает, что когда родится Богомладенец, то действительно с нами, с людьми, будет обитать сам Господь Бог, потому что сам Бог, собственно, Он и становится человеком. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вот так вот совершилась вот эта удивительная тайна, когда Господь Бог, который не умещается в нашей Вселенной, Он сам сотворил этот космос с мирядами звезд, каких-то космических тел, Он сотворил нашу Землю, сотворил все, что мы видим вокруг, и макромир, и микромир человека с удивительной душой. И вот Он сам становится человеком, воспринимая немощь человеческую, немощь младенческую, так что его нянчит мама на своих руках, он нуждается в том, чтобы его обвивали пеленами, чтобы его кормили, чтобы о нем проявляли заботу, для того, чтобы пройти все возрасты человеческой жизни и осветить каждый возраст человеческого бытия, еще от материнской утробы. То есть и этот период, он уже свят, потому что освящен Господом Иисусом Христом, поэтому недопустимые аборты. Затем, значит, младенчество с его немощами, тоже период этот освящен, и так вплоть до конца, до вот пресмертных таких вот страданий. И вот Он пришел в наш мир, не погнувшавшись никакими человеческими грехами, поэтому в той водородословной, которая к Иосифу восходит, она включает в себя самых разных людей, и те, кто погрешал, каялся, те, кто вели себя нечестиво, потом видели абсурдность этого, опять раскаивались, и блудники, и блудницы, в том числе и праведные люди. И все они сподобляются от Бога милосердия, все призваны Господом, и Спаситель рождается, чтобы воспринять вообще человека, не какой-то отдельный род, а воспринять вообще всех людей, и те, кто приобщаются к Господу Иисусу Христу, обретает в нем духовное преображение. На этом, братья и сестры, первая глава у нас завершилась. Конечно, то, что связано с этими родословными, оно немножко доставляет некое такое усилие и напряжение нашего ума, но, по крайней мере, мы смогли вкратце хотя бы вспомнить ветхозаветную историю, которая увенчалась Господом Иисусом Христом, ибо вся ветхозаветная история, она направлена была на ожидание Спасителя, и вот через Деву Марию Господь Иисус Христос, наш Спаситель, Он и пришел в наш мир. Всего вам доброго! Храни вас Господь!